Клуб «Активное долголетие» На оснащение клуба из бюджета Московской области выделили 428,5 тысяч рублей На 450 квадратах расположились кинотеатр, караоке, библиотека, тренажерный зал и кафе, а также классы для занятий Есть в клубе и медицинский кабинет, где пенсионеры могут пройти вакцинацию, причем работает он еще с прошлой недели Нашлось место и для кабинета, где организован прием специалистов ЖКХ, Управление соцзащиты, МФЦ и ЕРЦ Пройдя в этот кабинет, гости нашего клуба могут в таких видных условиях получить все услуги То есть в МФЦ не нужно идти? Не нужно идти, причем можно, знаете как, можно получить все услуги разу Ранее своего клуба в Химках не было, активное долголетие существовало в виде мероприятий, которые проводили в Доме дневного пребывания пенсионеров Ивушка Лекции и мастер-классы настолько пришлись по душе старшему поколению, что несмотря на пандемию в 2020 году их успело посетить свыше 600 человек Я представляю соцпенсионеров в Подмосковье, у нас полторы тысячи человек и как бы все ждали открытия этого клуба Каждый ищет что-то свое здесь, я думаю, что здесь лучшее место, где можно проводить время Это будет наш такой общий дом, теплый, уютный, красивый В новом клубе будет работать 10 сотрудников, в день активное долголетие смогут посетить до 100 человек Мы сейчас активно взялись за не просто открытие клубов, это в общем-то дело нехитрое Берешь и монтируешь и все, хотя, конечно, очень шикарно и красиво Важно, наша задача состоит в том, чтобы здесь было интересно, здесь было и познавательно, и душевно, и ты мог общаться, знакомиться В округе планируют открыть еще 4 клуба активное долголетие, всего же в Подмосковье сейчас работают 56 клубов Продолжение следует...